Чем выше поднимаешься, тем больнее падать. Игрокам текстильщика теперь это известно доподлинно. За блестящим началом сезона последовали два поражения. В пятницу на своем поле в рамках 1-64 финала Кубка России наша команда принимала химик из города Дзержинск. Уже с первых минут стало ясно, гостям нужна только победа, не важно какой ценой. АПЛОДИСМЕНТЫ На поле дзержинцы вели себя очень агрессивно. Возможно, именно это им и помогло. На 26-й минуте первого тайма с пенальти в наши ворота был забит первый гол. Неудача не сломила игроков текстильщика. Наоборот, они еще усерднее стали атаковать ворота дзержинцев. Но то ли точности не хватило, то ли скорости. До перерыва счет оставался неизменным. А в начале второго тайма, обойдя нашу защиту, дзержинцы забили снова. Последний мяч ивановцы получили, как говорится, в раздевалку. За несколько минут до конца игры. Итог встречи 0-3 в пользу гостей. Что мешало, я не знаю. Вроде все пацаны настраивались на игру. Не знаю, может быть, самоуверенность из предыдущих игр так повлияла, что мы не можем на остальные игры после Пскова никак настроиться. Если честно, то надо просто самим всей команде сделать выводы и двигаться дальше. Тренер дзержинского химика, очевидно, и сам был удивлен крупной победой своих подопечных. Мы, если честно, то побаивались соперника. Очень сильно разбирали эту игру практически. Мы так долго смотрели, высматривали какие моменты, за счет чего можно будет бороться. Но Псков показал, что можно бороться. Я думаю, что мы помощью Пскова воспользовались. Наставник красно-черных не скрывал своего разочарования вторым подряд поражением своей команды. Не получились многие вещи, о которых говорили. Пропустили непонятные пенальти. Не смогли сравнять. Моменты были. Надо работать над реализацией. Есть время все переосмыслить, сделать поправки. И работать другого пути нет. Проиграв химику, текстильщик вылетел из розыгрыша Кубка России. Но в первенстве по-прежнему занимает первую строчку турнирной таблицы. В следующем матче наш клуб вновь сыграет с химиком. Правда, на этот раз на их поле. Возможно, поражение в кубковой встрече станет еще одним стимулом для нашей команды победить в Дзержинске. Продолжение следует...